В Ульяновске в Заволжском районе расположился передвижной зоопарк. Он там находится уже около полугода. В последние месяцы в мэрию стали поступать обращения горожан, которым не нравится, как содержатся звери. Жалобы были разного характера. Сотрудники администрации областного центра провели проверку зоопарка. О ее результатах в нашем материале. Сотрудники мэрии Ульяновска с проверкой в зоопарк приезжают уже не впервые. И в очередной раз констатируют, все животные и птицы, занесенные в Красную книгу России Ульяновской области, содержатся здесь в ненадлежащих условиях. Африканский лев, амурский тигр, кабан, красный волк, бурый медведь, беркут и орлан-белохвост холодной зимой были вынуждены влачить существование в небольших металлических клетках, практически без движения. Животные содержались в стесненных условиях. Они должны все-таки двигаться. Вы же все понимаете, что лев не может сидеть в клетке два на два. То есть он просто обезножится. Кормление осуществлялось из полуторалитровой маленькой кастрюльки кабана. Это было на наших глазах. Ну и, в общем-то, животные были угнетенные. Также возникли вопросы по кормлению животных и утилизации отходов. Сотрудники администрации Ульяновска, в свою очередь, разослали обращения в различные службы с просьбой провести проверку. Минсельхоз, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и другие. Большинство из них, побывав здесь, сочли содержание животных удовлетворительным. Правда, службы ветеринарии и Министерство сельского хозяйства привлекли владельца зоопарка к административной ответственности в виде штрафа. Но жалобы продолжают поступать. Это не один день. Вот к этим колям были привязаны два тигра. И один волочил заднюю часть по полу, он перед ним и перебирал, а другой был в ужасном состоянии. Какая-то женщина проходила мимо, сказали, ой, парализованный. Я их не вижу сейчас, этих тигров. С руководством зоопарка нам, как и сотрудникам мэрии, пообщаться не удалось. Никого на месте не оказалось, а другой персонал отказался давать комментарии. Наталья Степанова, Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.